здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим об отходах ну при понятии отходы кто-то думает что это мусор но отходы ведь бывают и в природе и в жизнедеятельности человека и животных вот давайте будем разбираться какие отходы ну давайте вообще мы начнем с того что все органические удобрения фактически являются отходами так вот как бы часто приходится слышать от наших дашников по весне особенно вот не достал навоз не достал там компоста не могу посадить боже да ваш на огороде вас столько сорняков было раз вы что-то выращиваете значит вас есть растительные остатки из этих растительных остатков можно приготовить прекрасный компост об этом уже не раз рассказывали наших роликах ну ищем тот же навоз навоз во первых бывает гарачий и холодный для того чтобы вы знали гарачий навоз это навоз лошадей овечек и кос этот навоз гарачий его используется биотопливо для набивки парников а так и на теплые оградки потому что он внесенный почву быстро разороется дает тепло заревать его где-то на улице нет нет смысла потому что мы съем культуры холодостойки и корням там тепло не надо а уже перцы помидоры еще высаживать рано пока он будет разогреваться следующее это навоз холодный у холодного сетана вас крупного рогата скота типичный и навоз свиней значит что тут необходимо знать что эти технологии сейчас современные идут к тому что раньше навоз применялся подстилочный значит применялась там солома опилки и подстилали и вот норма внесения такого навоза на 1 метр квадратный 3-5 килограмм на 1 метр квадратный ну сейчас производстве все чаще используют конечно жидкий навоз это и в свинарниках это и в коровниках идет жидкий навоз так вот если вы приобрели такой навоз значит знаете что носить его лучше всего весной осенью и носить нежелательно потому что навоз промывается в почву питательное количество и ценность от вашего внесения конечно ничтожная в весеннем внесении ну норма конечно тут немного другая норма внесения до 10 килограмм на 1 метр квадратный такого навоза ну во всех навозах как вы знаете содержится почти все элементы питания ну и не несколько подкормок небольших так корректирующих и наши растения будет развиваться и давать прекрасный урожай ну если соломистые навозы будут начинать растениями использоваться не раньше чем через два-три месяца от весны то есть в июле месяце поэтому их стараемся вносить в сочине соломистые навозы носим сочине почву а вот все жидкие навозы вносим весной жидкие виды навоза усваиваться растениями где-то на 70-80 процентов первый же год поэтому они начинают действовать практически сразу же при посеве или посадке любой культуры ну следующее что наши дашни часто применяют это птичий помет птичий помет конечно сейчас не проблема его можно купить конечно ну и птичий помет также бывает двух видах он как бы тоже продукцию жизнедеятельности курей и что птичий помет содержится все элементы питания но он особенно славится как большое содержание азота раз много азота нас его часто применяют для подкормок применяют для подкормок птичий помет разводя концентрации 1 к 10 1 к 15 значит в таком виде норма внесения птичьего помета это 200 300 грамм на 1 метр квадратный для внесения ну в жидком виде когда просто вам по такой попадает его норма в 2-3 раза больше поэтому от рассчитывайте следующее что у нас чтобы часто используем увидим не всегда используем как бы относится как мусору надо знать что природе мусор не бывают вроде все разлагается все используется это лист листва так вот киства если ее не просто просто положить и не минерализировать значит она разлагаться вы полностью течение полугода чтобы скорость процесс собираем листья деревья кустарников и себя можно брать из парков вот эту вы даже поможете нашим коммунальщикам и эту листву проливаем раствором очевидный из расчета 100 грамм на 10 литров воды ну листву можно конечно где-то в херчатых ящиках держать ну а лучше если взять набить полицленовые мешки вы пролили набили полицленовые мешки за зиму к весне у вас будет прекрасный пирогной ну лиственное лиственное пирогной он беден питательными веществами поэтому что не что нужно его использовать или для эмульчирования почвы или как разрыхлитель он очень хорошо орехлит почвы норма лечения лиственного пирогноя 3 килограмма на 1 метр квадратный следующий отход который часто довольно встречается но не все используют это кора и опилки ну сейчас мы в одессе пилорам как бы производство налажено хорошо их остается кора и опилки ну и вот наши дашники тоже как бы многие попробовали внести и получили нулевой эффект и поэтому отказываются а все дело в том что кора и опилки если они свежие они попадают в берут из почвы элементы питания и оружие тоже и азот и фосфор и калий почва объединяется и растение растут хуже чем мы чем мы бы не уносили для того чтобы исправить положение чтобы наши опилки и кора разрыхляли почву давали хороший эффект мы что будем мы будем подготавливать за три недели до внесения мы проливаем наши опилки или кору следующим составом берем 100 грамм мочевины и 25 грамм двойного суперфосфата счетом 10 литров воды пролили перемешали и держим кучу начинается горение опилки наши начинают установиться коричневыми и становится питание их целлюлоза становится доступна для наших растений поэтому смело их вносим почву носить можно как весной так и осенью опилки это беспроблемно и вдобавок значит опилка будет хорошо рыхлит нашу почву и давать растениям ну некоторое количество питательных веществ ну главным образом это разрыхлитель почвы потому что они бедны питательными веществами что у нас еще может встречаться это озерный ил озерный ил так модно говорить сапропель но сейчас также очистятся озера очень интенсивно и попадает сапропель но опять же многие кто по уносил сапропель тоже обожглись обожглись по той простой причине что это сапропель должен полежать хотя бы три месяца в теплое время года три месяца он пролежит значит там есть закисные формы соединений различных они начинают нейтрализоваться кислотность это уходит и он сапропель здесь вот так хорошо на наши растения сапропеля у нас идет 8-10 килограмм на метр квадратный значит опять же если есть сапропель сейчас же стало очень модным и это даже в минске вот видите нас в беларуси в частности чистят озера чистят озера специальные комбайны ходят чистят озера и вот они достают как бы вот эту растительность скашивают и в бункер собирают и выводят на берег так вот это растительность это вообще если взять все удобрения такую растительную водную растительность можно сравнять зеленым удобрением но по своим качествам поставить на первое место почему потому что такое такие растительные остатки не нуждаются компостирование их сразу носят почву они нормализуют состояние микрофлоры почвы они уничтожают вредители почве и вдобавок они уничтожают возбудители болезней то есть они являются санитарами почвы так что если вам повезет где-то получить вот эти водные остатки от очистки озер смело использовать на своих участках это очень хорошее удобрение норма 8-10 килограмм на 1 метр квадратный ну следующее что нам довольно известно это торф ну торфы мы будем торфе низинном потому что торфы бывают верховые они рыжие и бывают низинные они черные ну переходные это что-то среднем их мало распространены так вот низинный торф опять же кто вносил почву как бы тоже разочаровались почему потому что торф сам по себе удобрением не является он является удобрением только в том случае если он побудет где-то смешанным с компостом или навозом тогда его питательные элементы питания становится доступным для растений а так он кастует как бы разрыхлитель почвы почва становится рыхлой теплой быстрее прорывается вот чем смысл торфа но опять же если где-то идут торфоразработки никогда не старайтесь покупать торф который только что добыли почему опять же та же причина что в озерного ила есть значит закисные формы которые будут наши растения убить поэтому он должен полежать полежать выветрится и вот эти закисные формы различных элементов должны превратиться ну более такие с доступом воздуха более доступны для наших растений но тем не менее все равно есть выносите торф значит обязательно добавляем известковые материалы низинный имею ввиду значит норма внесения на 10 литров торфа мы уносим 1 стакан доломитки или извести ну можно и мел вносить перемешиваем и только после этого мы вносим наши растения носим кратку ну если будете компостировать получается вообще прекрасное удобрение урожай конечно будет будет очень хороший норма внесения торфа это 12-15 килограмм на 1 метр квадратный ну следующее что еще часто встречается развивается грибное производство и вот отработанными цели точно так же ну можно приобрести многие дашники боятся что мол там грибы и грибница на самом деле это то что субстрат на котором рачки грибы он представляет смесь низинного торфа ну очень вылеженного торфа очень старого практически без сорняков торф и смесь соломы солома запарена поэтому точно так же там нету никаких возбудителей болезней ну такой мицелий применяется для чего если вы применяете лучше его мульчировать для эмульчирования он может применяться мицелий если вы захотите его внести в почву чтобы повысить урожайность ваших культур и сделать почву более рыхлой знаете обязательно надо произвестковать ну опять же норма такая как и в торфа на одно ведро берем один стакан из вискового материала перемешали после этого мы смело вносим его почву после тоже станет более рыхлой и более плодородной ну еще из других видов таких более экзотических что еще можно назвать и что встречаются отходы как бы кофейного производства тоже можете смело вносить их почву но сразу их лучше прокомпостировать где-то ложись компус чтобы они полежали перемешать с травой и они становятся прекрасным удобрением ну точно также есть же отходы и животное происхождение но отходы животное происхождение есть как бы готовы удобрение выпускается это мясо костная мука ну мясо костная мука больше применяется у садоводствия потому что это азотно-фосфорное удобрение и медленно действующее овощные культуры как бы у нас большинстве однолетние они не успеют усвоить питательных веществ поэтому про него не будем говорить есть кровяная мука кровяная мука как бы это очень ценное удобрение есть содержится и азот и фосфор и калий то есть все что надо нашим растениям поэтому сухую кровяную муку можно также уносить в дозе 200 грамм на 1 метр квадратный под наши растения но есть конечно и отходы такие более живые ну как живые отходы мясокомбинатов отходы рыбоперерабатывающей промышленности ну эти отходы тоже можно удобрать наши градки но их лучше использовать под садовая культура и декоративные кустарники сделается значит просто копаем или траншей копаем или вокруг траншейку вокруг нашего растения или копаем ямки и закапываем а их никакого случая нельзя оставлять на поверхности потому что они привлекут и собак и кошек и мышей и крыс а закопанную почву они сослужат хорошую службу и ими будут питаться наши дождевые черви так что вот даже такой небольшой перечень как видите в наших условиях позволяет иметь конечно очень но ведь очень много удобрений ну конечно что вам рассказывал есть удобрение конечно фабричной упаковке тоже гуана это сухой птичий помет который поставляться с некоторых стран для удобрения вот те же весь в водоросли сухой концентрат водоросли также применяться и вот можно применять по инструкции под наши растения носить то есть как если посмотрите на этот круг вы видите что организм и удобрений очень много мы часто проходим и моих и мы не знаем что эти все компоненты природные могут принести хороших ну плодородие нашей почве и обеспечить нас хорошим урожаем ну и вот мы уже разобрались что в природе существует точно органические отходы которые могут использоваться на наших градках но тут же вопрос возникнет вот как отмерить такое количество а его не надо отмирать уже давно предпочитано ну и что чтоб вы представление имели что можно ну на глазок не обязательно там делать все тоже на сточностью до 1 грамма ну значит что что вы знали зала куриный 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 помет подстилка на пил на пилках также самое пирогной в одном ведре 5 килограмм так что вот исходите сколько вам надо внести сколько на сколько часей надо разделить ведро там пост 10 килограмм жижа жижа навоз на 12 килограмм так что вот вот цифры три цифры они легко запоминаются 5 5 10 12 вы пользуетесь этими цифрами когда будете отмирать удобрения на своем огороде но тут конечно предвижу вопрос что пётр николаевич а если мы не чем больше так вот уже давно подсчитано что большое количество органки на огороде также не приносит обы пользы потому что микроорганизмы как бы настроены на определенное количество но больше они могут просто переработать и мы просто-напросто берем создаем запасы в почве нитратов которые потом усваиваются растениями которые мы потом кушаем поэтому не увлекайтесь большими дозами органических удобрений это мы проговорили потому что у нас есть на больших производствах что мы можем приобрести что можем купить ну тут необходимо помнить что некоторые элементы как та же солома она не является удобрением в определенном она просто служит мульчирующий материал как мульчирующий материал ее используем почву мы не закапываем потому что почву она просто будет объединять нашу почву разрыхлят но тоже не очень сильно объединять нашу почву я думаю что того что я назвал уже достаточно ну и вот своей жизнедеятельности мы тоже как бы питаемся и у нас на нашей кухне всегда образуется немало отходов и что мы делаем с этими отходами делаем эти отходы собираем мусорные бодра и выносим мусор на боки мы просто выбрасываем на самом деле это ценнейшая органика которая может нам сослужить хорошую службу давайте ничего не будем выбрасывать но давайте будем разбираться подробно картофельные очистки являются источником калия точно также калия и фосфора много очистка из-под свеклы морковь это вообще удивительная культура все мы знаем что немного каротина но мы мало знаем что моркови содержится много бора и много йода а вот бор и йод это как раз то что необходимо нашей рассаде поливаем рассаду очистками из моркови и она не будет болеть она будет хорошо развиваться и гнили не будет нападать корневые на нее и фузариозы там различные вот и наше будет все и это все натуральное удобрение далее что мы еще можем использовать шелуха лука шелуха лука уже как бы признано такой то что нам надо для опрыскания от вредителей лук мы чистим шелуху собираем и потом мы будем обрабатывать наши растения уже в летний сезон от вредителей когда лук будет только зеленый уже шелухи и будет далее очень интересная группа конечно это бананы цитрусовые значит бананы что из этого дан это источник калия и большого количества и фосфора опять же это очень хорошая подкормка для наших растений ну вы для того чтобы банан использовать будет watch FX позже как использовать расскажу бананы будем использовать как подкормку и к защиту от различных клей гусениц будем использовать цитрусовые гранаты точно также кожура остается у нас а вот эту кожуру мы опять будем использовать потом дальнейшее как ли под кормку как защиту наших растений от различных вредителей ну тут сразу предвижу вопрос, что делать? Ну, знаю, кто-то предлагает замораживать. Но я скажу, что это не самый лучший способ замораживать эти отходы, потому что можно же помыть тоже картофель, морковь, свеклу и цитрусы мы, конечно, моем. Так вот, эту кожуру мы просто разложим на батарею на просушку. Поверьте, никакого неприятного запаха не будет. От банана и цитруса будет идти очень приятный аромат по вашей квартире. Высохли, новую партию положили и опять приятный аромат, натуральный вам обеспечен. Ну, что необходимо помнить, значит, что все эти отходы мы будем постараться сразу, пока они сырые, измельчить, то есть уменьшить их как бы размеры. Ну, сделать вот уже очистки вот те же, где-то размером 3 на 3 сантиметра. Точно так же бананы мы будем делать. Сушить, высушиваем. После этого просушили такие отходы кухонные. И мы что делаем? Берем, складываем полотняный мешочек или бумажный. Сейчас бумажные пакеты, благо, продаются в магазинах. И ставим где-то на балконе лоджии. Весной мы будем использовать как подкормку и как зашиту наших растений. Ну, также на кухне бывает и яичная скорлупа. Ну, многие тоже собирают скорлупу. Это, конечно, хорошо, но знайте, что если внести скорлупу в почву, она разлагается очень долго. Чтобы ускорить процесс, скорлупа измельчается и заливается небольшим количеством уксуса. Побыла она в уксусе там один час. Кальций становится доступным для наших растений. После этого мы смело можем вносить ее в почву под все культуры, которые любят кальций. С моего ролика, надеюсь, вы поняли, как много у нас есть резервов, повышение урожая наших культур, какие у нас скрываются скрытые возможности по удобрению, как в производстве, так и в личном домашнем хозяйстве. Удачи вам и хороших урожаев. До свидания.